Неделя спорта По 9 мая Начнем мы, естественно, как это всегда бывает, с открытия, с церемонии, открытия данного фестиваля, на котором побывала наш корреспондент Марина Вахуршева, она вам подробно скажет, сколько участников всего прибыло, сколько регионов участвовало, в общем, все, что там было на открытии, увидите прямо сейчас. Итак, внимание, участники, участники и фестиваль, что в ректоре, остатки, скулички, коллективы, какие, с этого момента, прошу считать, открытие. Тысяча лучших студентов из 44 регионов вузов страны расположились на берегу Черного моря в лагере сменов в поселке Суко. Данный фестиваль проводится уже третий раз, а в честь пятилетия проекта АССК организаторами было решено провести масштабное мероприятие. Самая главная отличительная черта, что участвуют у нас любители, не профессионалы, да, то есть те, кто имеют высокие разряды, типа кандидата в мастера спорта или мастера спорта, сюда мы не допускаем. Образование и развитие данного проекта привнесли большие изменения в студенческий спорт. Его популяризация с каждым годом только увеличивается. Большое количество любителей вступает в сборные своих вузов, совершенствуясь и развиваясь в данной сфере. На площадке они встречаются с профессионалами, нередко обыгрывая и выводя на первую ступень свой любимый университет. Ассоциация дает возможность делать то, что хотят сами же студенты. Вот что они хотят, мы пытаемся это сделать. То есть такую дорожную карту проложить, дорогу для них. В финальных играх от Казанского федерального университета принимают участие женские сборные по баскетболу, волейболу, настольному теннису и шахматах. В упорной борьбе с сильнейшими спортсменами Республики Татарстан они доказали, что являются лучшими, получив путевку на всероссийские соревнования. Вижу знакомые лица. Девчонки, привет! Привет, привет! Рассказывайте, как настрой? Боевой. Готовы ли вы всех порвать? Да, готовы. Иначе бы не были бы тут. Как оцените площадку? Скользко. А так, в общем, все супер. Учитывая, что завтра дождик будет, она вообще скальчится будет, все падать будут по-любому. Я знаю, что сегодняшний день ты уже успела выиграть. Да, да, я, короче, попала вот в это маленькое колечко. Попал в маленький раз. Ну, там, короче, три попытки было. Надо было маленьким ничем попасть в корзинку, но я попала. Ну, так, шелевка, нормально. Никто больше не попал. Да, никто из десяти человек и одна как бы попал. Да, наверное, что спортсменка. Вот, мне дали толстовку АССК. Пока что? Да, конечно. Мы желаем вам завтра только побед. Спасибо. Спасибо большое. И побороться за кубок. Спасибо большое. Мы будем готовы ко всему. Женская сборная Казанского федерального по баскетболу является фаворитами соревнований. Их сыгранность и динамику игры отметили многие соперники, наблюдая за ними с трибун. И, кстати, казанцы приехали без замен. Честь университета девушкам предстоит отстаивать втроем на площадке. А вот фаворитами среди мужских команд по волейболу является сборная из Ростова-на-Дону. Им, как и многим соперникам, уже удалось оценить площадку и уровень организации федерации. Атмосфера дружеская, великолепная. Все города вместе, вся Россия здесь. Все готовы играть, несмотря на погоду, несмотря на внешние какие-то факторы. Да, у всех есть желание выиграть и быть первыми. Площадка сносная, скажем так, все в равных условиях. Но, конечно, волейбол должен быть в зале, это 100%. Среди спортсменов ждут групповые этапы, по итогу которых лучшие сборные встретятся в финале. Финалисты и призеры получат путевку на международный турнир в Белоруссии, где с 4 по 10 июня состоится спартакиада союзного государства. Марина Вахрушева, Роман Полинсков. Неделя спорта. Естественно, как это бывает во всех турнирах после церемонии открытий, но в данном случае это было до, так что немножко нарушен наш фронологический порядок, произошла жеребьевка участников данного фестиваля. По итогам жеребьевки женская сборная по баскетболу «Казанские Юлбарсы» попали в группу А, и ей составили конкуренцию такие команды, как Оренбургская стрела из Оренбургской области, Эдельвейс из Республики Бурятии, ССК Чувгу из Чувашской республики, Файри Вуллс из Нижнегородской области и Тюмгу АССК Ладья из Тюменской области. Женская волейбольная сборная Казанского федерального университета попала в квартет «Джи», и ей конкуренцию там составляли такие команды, как Янтарный рыцарь из Калининграда, Афалины из Сочи и Воронежские хищные бобры, с самым мощным названием на этом турнире. Ну а теперь переходим к самим играм, и первый матч женской сборной по баскетболу провела против ССК Чувгу из Чувашской республики. Чувашская республика оказалась фаворитом в нашей группе, девушки не смогли составить хорошую ей конкуренцию, забив всего 6 очков против 11 очков от Чувашской республики. В итоге Чувашская республика выигрывает первый матч и идет уверенно на первом месте, и наши же должны бороться дальше за победу. Второй матч наши девушки провели со студенческим спортивным клубом «Фири Вуллс» из Нижегородской области, и матч закончился со счетом 13-6 в пользу казанских юлбарсов, в пользу наших девушек. Третий матч в группе казанские юлбарсы проводили против своих соседей из Оренбургской области против Оренбургской стрелы. Матч закончился со счетом 14-15, на площадке было полное доминирование казанской команды, и стоит отметить то, что уже к этому времени закончился дождь на площадке, и нашим баскетболистам было хорошо и приятно играть. Вот, кстати, что говорит игрок сборной Оренбургская стрела по баскетболу, поиграв против наших девушек. Впечатления отличные, девчонки очень классно играют, и мы тоже очень классно играем, мы пытаемся, первые игры мы не проиграли, но все же мы сможем восстанавливаться постепенно и играть намного лучше. Во второй день чемпионата казанские юлбарсы играли против Республики Бурятии спортивным клубом Эдельвейс. Матч закончился с нерезультативным для баскетбола счета 4-2, и все это обуславливается тем, что на площадке пошел в очередной раз сильный проливной дождь. Много травм получили игроки других команд, слава богу, наши этого миновали, но, к сожалению, матч получился не сильно зрелищным, счет остался 4-2 в пользу сборной Республики Бурятии. Последний матч в группе, можно сказать, решал для наших девушек, с какого места они смогут выйти из группы, и поэтому им нужна была только победа против АССК «Ладья» из Тюменской области. Матч также проходил в тяжелых погодных условиях, и, к сожалению, сборная Казанской Федеральной Университеты не смогла одержать победу, проиграв данный матч со счетом 10-4. Таким образом, сборная Казанского Федерального Университета, а именно ССК КФУ «Казанские Елбарсы», в чемпионате остановились на четвертом месте. К баскетболу мы еще вернемся, сейчас мы давайте с вами поговорим о турнире по волейболу на чемпионате ССК России. Первый матч наши девушки проводили против команды Афалины из города Сочи, и сразу было понятно, что эта команда будет доминировать по ходу всего турнира, но не тут-то было, позже вы узнаете, почему именно. Но в данном матче судья, к сожалению, немного, но помогал команде из города Сочи. Со счетом 2-0 победила сборная Сочи, наши девушки проиграли свой первый матч. Второй матч наши девушки провели против Воронежа, спортивного клуба «Хищные бобры», и, к счастью для нас, этот матч они выиграли. Так как из группы выходит всего одна команда, все решалось, можно сказать, в последний день группового этапа. Нашим девушкам необходимо было выигрывать янтарный рыцарь из города Калининграда, и необходимо было, чтобы Воронеж обыграл город Сочи. Сейчас расскажем, как в итоге все получилось. Наши девушки играли при плохих погодных условиях для волейбола, что просто невыносимо было, мяч был скользким, мяч всегда вылетал из рук, но, слава богу, наши девушки смогли собраться и в сухую отыграли этот матч со счетом 2-0, они его выиграли. И выход сборной Казанского федерального университета зависел напрямую от матча Воронеж-Сочи, где, к сожалению, сборная Сочи обыграла Воронеж, и тут началась самая веселая. Здесь начинается момент подачи апелляций. Перед тем, как мы перейдем к групповому этапу, хотелось бы сказать пару слов о дисквалификации игроков с данного турнира. Очень плохо то, что организаторы на начальном этапе самих соревнований не проверяли игроков на наличие тех или иных заслуг, трудовых договоров и так далее, что написано, собственно, в положении данного чемпионата. Таким образом, наши девушки подали протест против сборной Сочи. Протест был удовлетворен, но не в сторону, можно сказать, нашей сборной, потому что у игроков, точнее, у сборной Сочи убрали только одного игрока, который не подходил по регламенту. А по самому положению, я вам объясню, друзья, было написано то, что команда, у которой были замечены нарушения, должна была полностью сниматься с турнира. Команда с турнира не была снята, в итоге был снят только один игрок, и Сочи прошли дальше. Но на радость нашим болельщикам, на радость нашим волейболисткам сборная Сочи без своего лидера, без своего капитана не смогла ничего противопоставить своему сопернику по 1-4 финала и пролетела с огромным счетом 25-11, 25-14. В итоге 2-0. Сочи остановились на стадии 1-4 финала. Ну а теперь мы переходим к плей-офф баскетбола, и там мы еще, кстати, друзья, с вами затронем тему дисквалификации. Наши девушки с 4-го места вышли на первое место в группе B, там это были девушки из Пензенской области, и здесь тоже этот матч не прошел по всем правилам, прошел он, можно сказать, некрасиво, потому что уже на стадии 1-8 финала вот только в этот момент заметили то, что игрок сборной Пензы оказывается заигран за некую молодежную сборную. К сожалению, не успели мы разобраться, в какой именно сборной она была заиграна, но в общем организаторы говорили то, что она заиграна. И таким образом под проливным дождем наши девушки втроем играли против двоих игроков сборной Пензы. Сейчас я предлагаю вам просто посмотреть на эти кадры, как это все происходило. И теперь мы вновь возвращаемся к истории о дисквалификации. После этого матча мы подошли к организатору, к ответственному по баскетболу на данном чемпионате, и вот какой комментарий нам она оставила по поводу пензенской баскетболистки. Протест рассматривается, и вопрос решается по недопуску игроков, но допуску команды. С целью того, чтобы ребята все-таки поиграли, но были в таких же равных правах, как остальные участники, просто отстраняется этот участник. А предыдущие игры не рассматриваются? Предыдущие игры не рассматриваются, потому что все участники были ознакомлены с регламентом и положением. Они могли эти протесты подать еще раньше, в первый день, до приезда на соревнования, потому что эта вся информация доступна на сайте, это можно все проверить. Так как они подали именно на этом этапе соревновательного периода эти протесты, они были рассмотрены в силу того, что уже сложилось. Рассказываю. Команда Мария Камзалова, игрок команды Пензы. Оказывается, в молодежной сборной играла, но у нее была девичья фамилия Навак, именно поэтому и еще к факту этот игрок был заменен за три дня до соревновательного периода, так как их основной игрок не смог поехать. Им была разрешена сделать одну замену, именно поэтому они приехали в составе три человека, а не четыре. И, соответственно, получилась такая ситуация. Веселая ситуация произошла, друзья. Только что вы слышали то, что организатор сказала, смотрите в положение, читайте внимательно. Мы внимательно его прочитали. Там русским по белому было написано то, что команда должна дисквалифицироваться полностью, если такие нарушения выявлялись. Естественно, мы пошли вновь спрашивать у данной госпожи, что в итоге она может сказать по этому поводу. И, к сожалению, нам она ничего не смогла ответить, но нам смог на это ответить Ильдар Харрисов, менеджер спортивных проектов АССК России. Предлагаю послушать вам его комментарий по поводу проблем с дисквалификацией, проблем с регламентом, проблем с проведением данного чемпионата. Смотрим. Это было собрание КДК, на котором, собственно, полностью поднимались документы, соответствия. И по итогу было обнаружено несоответствие регламента и положения мероприятий, да, о всероссийском финале и регламента чемпионата АССК России, по которому есть некие нестыковки, которые как бы не позволяют полностью дисквалифицировать команду. Поэтому было выбрано компромиссное решение, как бы, исключить только отдельных игроков, которые по косвенным признакам, да, не подходят под регламент чемпионата и под положение. К сожалению, наши девушки остановились в шаге от полуфинала и в шаге от четверки сильнейших команд на чемпионате России, можно так и выразиться, на чемпионате АССК России, и вот как наша сборная прокомментировала свою игру на данном чемпионате. Смотрим. Это достаточно хороший результат для нас, потому что мы приехали втроем и с такими карапузиками. Мы ожидали, что мы попадем в одну четвертую. Как вообще играть без замес? Тяжело очень, да. Ну, как вообще сам фестиваль? Отличный фестиваль. Фестиваль супер, да, кормили хорошо. Организовали все очень хорошо. Не, на самом деле фестиваль на высоком уровне, в плане любительского спорта, мне кажется, это очень круто. Вот примерно так прошел чемпионат АССК России для наших спортсменок. Им большое спасибо за участие, большое спасибо организаторам за то, что нас пригласили, за то, что мы смогли это осветить. Надеемся, в следующем году мы еще туда съездим или в другое место, где будет проводиться этот чемпионат, и там уже наши девушки смогут занять первое, второе и третье место соответственно. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. А что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Полинсков, вы смотрели программу «Неделя спорта». Надеюсь, новое оформление нашей студии вам понравилось. Если понравилось, обязательно ставьте лайк, если вы смотрите эту программу на YouTube. Еще раз большое спасибо за внимание, еще увидимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова